Здравствуйте, меня зовут Ольга, это Биология. Сегодня мы с вами разбираемся, как устроена кровеносная система человека, а именно круги кровообращения, как устроено сердце и как оно работает. Итак, сердце человека четырехкамерное. Состоит оно из левого предсердия, левого желудочка, правого предсердия и правого желудочка. Левая и правая часть разделяются перегородкой, что позволяет не смешиваться артериальной крови и венозной. Артериальная кровь у нас обозначена красным цветом, она насыщена кислородом, венозная кровь обозначена синим цветом и насыщена углекислым газом. Итак, кровеносная система человека, во-первых, замкнутая и представлена двумя кругами кровообращения. Цель кровеносной системы транспортировать кислород вместе с кровью и забирать углекислый газ от всех клеток нашего тела. Ну и, конечно же, транспортировать питательные вещества. Кровеносная система представлена двумя кругами, большим и малым. Большой круг снабжает кровью все клетки человеческого организма, малый круг связан лишь только с легкими. Разбираемся с каждым из этих кругов поподробнее. Большое круг кровообращения начинается с левого желудочка. Левый желудочек силой сокращается и выбрасывает кровь, которая движется по самой большой артерии человеческого организма, то есть по аорте. Напоминаю, что кровь артериальная, то есть кровь несет кислород. Дальше аорта разветвляется на восходящую дугу и нисходящую дугу. Восходящая дуга несет кровь к органам головы, шеи и к верхним конечностям, то есть к рукам. Нисходящая дуга несет кровь в органах брюшной полости, а также в нижней конечности. Дальше аорты ветвятся, впадают в артерии и расплетаются на более тонкие сосуды, капилляры. Капилляры происходит процесс газообмена, то есть кровь отдает кислород клеткам и забирает продукт переработки углекислый газ. Кровь становится венозной и по венам возвращается в сердце, а именно в правое пресердие. Из правого пресердия кровь направляется в правый желудочек, и здесь уже начинается малый круг кровообращения. Малый круг кровообращения также называют легочным, потому что он связан только с легкими. Из правого желудочка кровь движется по легочным артериям. Здесь мы обращаем внимание, что кровь венозная, то есть она насыщена углекислым газом. Дальше венозная кровь направляется по легочным артериям в капилляры легких. Капилляры оплетают легочные пузырьки, здесь кровь отдает углекислый газ и забирает кислород, тем самым насыщаясь кислородом и превращаясь в артериальную кровь. Дальше по капиллярам и вновь по легочным венам кровь возвращается в сердце, а именно в левое пресердие. Здесь артериальная кровь из левого пресердия попадает уже в левый желудочек, и вновь начинается большой круг кровообращения. Сердце человека находится практически ровно по середине, между левым и правым легким, лишь слегка смещается в левую сторону. Сердце состоит из трех слоев. Наружный слой, или эпикард, представлен соединительной тканью. Средний слой, самый мощный, мышечный слой, называется миокард. И внутренний слой представлен эпителиальными клетками эндокард. Четырехкамерное сердце мы видим на рисунке, где располагаются слои наружный, средний и внутренний. Оно заключено в околосердечную сумку. Эта околосердечная сумка выделяет жидкость для того, чтобы уменьшить трение сердца во время его сокращений. Также в сердце большую роль играют клапаны. Именно они направляют кровь в нужном направлении. Клапаны у нас двустворчатые, а также полулунные. Двустворчатые клапаны находятся на границе предсердий и желудочков, а полулунные клапаны находятся на границе желудочков и артерий, по которым кровь направляется по всему организму. Сердечный цикл представлен тремя фазами. Давайте внимательнее посмотрим на каждую из этих фаз. Первая фаза – это сокращение предсердий. Кровь направляется из предсердий в желудочке, то есть здесь у нас открываются створчатые клапаны. Полулунные клапаны при этом захлопнуты. Эта фаза длится всего лишь 0,1 секунду. Следующая фаза длится в три раза дольше, то есть 0,3 секунды. Здесь сокращаются желудочки. Кровь направляется из желудочков в сосуды, то есть в артерии, из левого желудочка в аорту, из правого желудочка в легочную артерию. Ну и следующая фаза – это пауза. Она самая длительная – 0,4 секунды. В этот период кровь возвращается в сердце и направляется из предсердий постепенно в желудочке. Сердце обладает уникальным свойством автоматизмом, то есть центральная нервная система не регулирует, точнее регулирует сердечные сокращения, но не посылает непосредственный сигнал. Такая способность также называется способностью самовозбуждения. Регуляцию, то есть частоту сердечных сокращений осуществляет нервная система, а также гуморальная. Гуморальная, то есть с помощью жидких средств, с помощью внутренней среды организма. Нервная система способна ускорять сердечные сокращения. Это симпатический отдел нервной системы, который работает в условиях стрессовых ситуаций. Парасимпатическая система, ее еще называют системой отбоя, она замедляет работу сердца. Гуморальная же регуляция, то есть с помощью жидких средств, это адреналин и ионы кальция, которые выбрасываются в кровь и тоже ускоряют работу сердца. А ионы калия, наоборот, замедляют работу сердца. На этом все. Спасибо за внимание. До встречи на следующем уроке.